Здрасте. В России сейчас какой-то пошел ажиотаж, связанный с яйцами, да? Я читаю новости, российские постоянно. Но уже не первый день появляются новости про цены на куриные яйца в России. Сегодня стало известно, что некоторые магазины Екатеринбурга ввели ограничения на их продажу. И там что-то яйца чуть ли не поштучно продают. Сейчас в Москве торговая сеть Верный даже вела поштучную продажу. Купить одно яйцо категории С3 можно за 9 рублей. Что-то с ними там происходит, с прилавков они пропадают, дорожают. Очень хотелось бы узнать, с чем связаны такие высокие цены даже на простое куриное яйцо. Во-во-во, и я так же говорю, куриное яйцо дороже, чем колбаса даже. Ну что такое, 144 рубля десятки яиц, так невозможно. Где-то там они дорогие, где-то скидки, где-то очереди за ними собираются. Кончилось, а очередь закончится забыла. Вот она идет, аж туда-туда-туда. То есть не знаю, где конец. И на фоне этого я решил провести такой эксперимент вместе с вами. Я сейчас приехал в магазин Walmart. Это обычный среднестатистический магазин. Здесь закупаются все американцы, средний класс. Аналог в России, наверное, это где-то пятерочка. Ну там в других странах бывшего Советского Союза, скажем так, примерно сами предполагайте, что это такое. Ну такой средний магазин для среднего класса. И я решил вместе с вами пойти и закупить товары, скажем так, ну примерно на недельку, на одного человека. И посмотрим. Товары первой необходимости. Продуктовую корзину. Яйца, молоко, хлебушек там. В общем, белок, основные овощи. Ну и все, все, что нужно там одному человеку на недельку, примерно что-то такое. Сейчас мы с вами купим. И посмотрим по ценам. Посмотрим, сравним с ценами в России. И посмотрим вместе. Возможно, для меня будет удивление. Возможно, для вас. Посмотрим вместе, где это дешевле, где это дороже. Да, кстати, пока я не ушел, вы это, напишите, как считаете, где будет дороже продукты. В Америке или в России? Или одинаково будет стоить? То есть ставьте паузу и пишите в комментариях. В конце посмотрим, да, кто был прав, кто был неправ. Я вот лично думаю, что в Америке будут дороже, мне кажется, продукты. Про качество говорить не буду, потому что можно много спорить. В Америке есть разное качество, в России есть разное качество. Качество уже решайте сами. Я для себя выделил примерно качественные продукты, да, которые здесь, ну, можно брать. Какие там, в каком ценовом диапазоне, какие качественные, какие менее качественные. Мы берем, стараемся на свою семью всегда качественные продукты. Как в России старались это делать, так и здесь. Просто для сравнения, да, в России низкие, самая низкая цена была не очень качественная. Ну, это мы брать в расчет не будем Здесь можно по низкой цене взять Более качественный продукт Ну ладно, поехали Так, ну и что нам нужно? С чего начнем? Начнем с фруктов и овощей Начнем с фруктов и овощей Не знаю даже с чего начать Ну вот начнем с морковки Вот такую морковку мы часто берем Это такая очищенная морковь Стоит она Доллар 48 сейчас Доллар 54, даже разные цены есть А вот есть даже подешевле, да? Помельче, подешевле, доллар 34 За 454 грамма Где-то будет пересчет в рублях Там, да, покажем, покажу Ну вот такую морковочку можно взять Ее с него можно и готовить, и можно просто кушать Вот для сравнения мы возьмем с вами Магазин Перекресток Я зашел на их сайт И вот я нашел морковь мытую Она немного дешевле Намного дешевле, да? Но не уверен, что по качеству, конечно, такая же будет Как эта мелкая сладкая морковь, которую я взял в Walmart Ну, поскольку альтернативы нет, уберем ее Возьмем морковочку Это полезно, вкусно Так, что нам дальше? Дальше нам надо бы взять Каких-то овощей Помидоры Помидоры черри, да? Мы берем вот такие помидорки Зачастую они бывают по скидке Сейчас они чуть подороже Ну, есть, смотрите, подешевле, да? Вот 3,98 Есть по 2,48 А вот есть простые помидоры О, 1,98 просто помидоры Не будем брать чели Возьмем обычные помидорчики Продукт Америка Вес Ну, я не знаю, какой вес 4 помидора 4 помидора Наверное, где-то полкилограмма Доллар 98 Так, помидоры Помидоры мы взяли на веточке Коктейльные они называются Я думаю, прочитал Так, поэтому Сейчас посмотрим, какие у нас есть Так, вот такие разные цены Есть и дешевле, есть и дороже Есть вообще по 400 рублей Примерно, даже больше Ну, возьмем вот эти вот помидорки Они тоже на ветке Вроде как похожи на коктейльные Фламенко Думаю, сойдут примерно за такие же помидоры Да, пойдет Есть вообще дешевые помидоры По 98 центов Но мы решили не брать Самые дешевые помидоры Дальше что? Бананы Я очень люблю бананы Не знаю, как вы Поэтому я возьму бананы Вот себе 4 банана, да? Я думаю, мне Ладно, 4 мало Давайте вот 6 возьмем Мне на недельку хватит На одного бы хватило Бананы у нас по По 58 центов За паунд Кстати, странно Я почему-то не нашел Цены на бананы Перекрестки почему-то нету их Ну, в онлайн-магазине Не знаю, с чем это связано Ну, да ладно Много видов, но Самих бананов нету Зато я нашел Такую таблицу Вот, например В Перми В прошлом месяце В конце месяца Стоили бананы Эти 120 рублей за килограмм Ну, простые бананы Ну, возьмем Такую стоимость Кстати, да Сейчас же еще это Рождество Скоро Новый год Рождество И, соответственно В России Я слышал Ну, я знаю Что цены дорожают Зачастую перед праздниками Здесь наоборот Здесь не дорожают Здесь наоборот скидки Так, картофель Это какой-то для запекания 3,48 Так, 5,97 2,52 Это сладкий батат Ну, мы берем Какой-то вот такой картофель Так, вот есть красный картофель Не знаю Я не разбираюсь Настя разбирается Здесь белый картофель В общем, примерно 5 долларов за килограмм Ой, за За упаковку За упаковку А в упаковке В упаковке Столько в упаковке 5 лбей Ну, 2 стона килограмма где-то Точнее, посчитаем потом Ладно, возьмем Упаковку картошки Мне хватит Точно на неделю В перекрестке Есть только два вида картофеля Красный и белый Цена одинаковая 50 рублей за килограмм Ну, возьмем Белую картошку, да Так, фрукты, овощи взяли Которые я ем Нужен белок, да? Пошлите за белком Вот, по доллару 28 за план Продают такую индейку Целую Получается, вот это вот Выходит на 20 долларов Такая Здесь где-то килограмм Не знаю, килограмм 9-8 Короче, большие Но мы не будем с вами шиковать Да, мы будем брать Простую, среднюю Такую белковую корзину И для этого мы что возьмем? Немножко свинины И немножко курицы, да? Так, давайте посмотрим Цены на свинину Цены разные Зависит от выреза Зависит от куска Что мы возьмем? Есть и скидки Смотрите, пожалуйста Вот, скидки есть, стейки Есть без скидки О, вот есть за 358 вырезка На косточке, да? Вот, 8-38 Вот такую мозги Здесь у нас где-то Килограмм, чуть больше килограмма Возьмем такую Пожарить пойдет Тут разные цены на свинину Разные части Разные вырезки Но нам нужно Что-то типа корейки на косточке Правильно? Так Кстати, здесь в Америке Тоже цены разные Бывают и во 2 доллара за паунд Вот, я взял подороже Потому что Потому что просто Такой захотел Так, вот мы вот это Наверное возьмем Мираторка Карика на косточке Вот сам это Я думаю, очень подходящее мясо Как раз нам подойдет Дальше Дальше нам нужна курица Курица здесь предоставлена В разных видах Есть органика Она чуть подороже По 5 долларов за паунд Ну, в зависимости от части, да? Есть подешевле Вот мы можем взять Простые ножки, да? Куриные И, допустим, вот Маленькая пачка 4 доллара Большая пачка 6 долларов Но если такую пачку я возьму То мне хватит Не то, чтобы на неделю Здесь килограмма 2,5-3 Где-то, да? Ну, 2,5 вида Килограмма Что у нас еще имеется? Есть еще больше пачки Вот такая А, есть бедра Вот я бедра люблю Вот бедра куриные 8,48 Ну, возьмем вот такую пачку бедр Да? Бедра Бедра у нас тут предоставлены Филе Филе А вот Вот Петеленка Такую мы брали В России всегда Я думаю Ее и возьмем, да? В принципе Нормальные съедобные бедра Так, белка мы взяли Разного, да? Не взяли омегу-3, правильно? Надо же Хоть раз в неделю И восполнить Омегу-3 В своем организме Вот возьмем Вот такую вот Тилапию Которую Мы берем часто Она бывает замороженная Еще дешевле Ну, вот такая охлажденная Чтобы не мучиться Не размораживаться Вот здесь 400 грамм 450 примерно Ну, чуть менее Да, почти 400 килограмм Вот такая пачка Ну, возьмем Четверг Рыбный день Поскольку мы берем Продукты на неделю Значит, надо взять Кисточку рыбки Так Филе Тилапии В перекрестке Есть только Из замороженного сырья Получается, что Неравноценная Стоимость У нас свежее Продается филе Там замороженное Я нашел В Волмарте Тоже Филе Филе Салапий Замороженный И у него цена Вот такая Вот Так Нужно какие-нибудь Для завтрака Нам Вот можно взять бекон Да? Сейчас пойдем За яйцами Искать И возьмем бекон 373 За вот такую пачечку 340 грамм Бекон с яичками Пойдет Сам это на завтрак Бекон Я уже поглядел Тут много разного Ну Пачки все По 200 грамм И по 180 грамм А у меня было 340 грамм Так что Возьмем две пачки Ну Чуть больше будет Но ничего Ну и пачку сосисек Возьмем Да? Вдруг нам Да хочется Бекончику еще Сосиску пожарить Вот Такие сосиски Я беру Часто мы на семью Турки Они из индейки Органик Ну Может они органик Не знаю Короче Из мяса индейки Сделаны эти сосиски Очень вкусные Натуральные Отличие только в том Что немножко соленее Чем в России Они А так Это Мясные сосиски Стоят они 397 За вот такую пачку В пачке 450 грамм Сосиски из индейки Тут вот Трех видов Вот эту фирму Я знаю точно Мы ее брали В перекрестке Мне нравилось По крайней мере Когда она появилась Эта фирма Не знаю чья она Мне нравилось Так Возьмем Такие сосиски 240 грамм На пачку Возьмем Две пачки Будет примерно Одинаково Ну Если нам Мы взяли сосиски То можно взять И сыра Немножко кусочек Маленький кусочек Нам же много не надо На недельку Да? Так Мы любим Разный сыр Вот чеддер Можно Можно взять чеддер Обычный сыр Чеддер Пачка 226 грамм Небольшая пачка Ну хватит На бутербродики 2 доллара Сыр чеддер Так У нас тут Разную Предоставлен По скидке Ну мы не будем Брать по скидкам Да? Самые скидки Потому что я И там не брал Скидки Волмарте И здесь не будем Брать Сейчас поищем Так вот Вот этот Брест литовский Мы сыр брали Всегда Пока жили в России Он был Со вкусом Скажем так Сыра Надеюсь Сейчас он еще Такой же Возьмем его Тут правда На 26 грамм меньше Ну добавим там 10% Стоимости Так И вот мы подошли К яйцам Яйца Как и в России Везде есть Здесь разного Сорта Но только одно Отличие Здесь они продаются Не по 10 штук И даже не по штучно Как я слышал сейчас А по 12 Хотя есть вот Исключение по 6 По 12 Или по 18 Вот это Низкая Какая-то Низкая категория Яиц Доллар 66 Ну они Крупные Нормальные Но они не были На вольном выигуле Все такое Есть Высшая категория Такой же фирмы За 2 доллара За 12 штук Ну и есть Совсем органические Там разные Вольного выгула Возьмем какие-нибудь Средние Вот за 2,58 Large Желтые Средние категории Что здесь написано Коричневые яйца Ну вряд ли Они были На вольном выигуле Но Я думаю Нам пойдет Они по вкусу Для меня лично Не отличаются Мы брали Всякие яйца Для меня все одинаково Странно Но цена Не такая Как говорят по телевизору У меня приложение Не привязано К какому конкретному городу Возможно Невозможно А точная ситуация В городах отличается Возьмем вот эти Вот эти яйца Мы покупали Мы покупали в России Я скажу вам Что такая стоимость Была год назад Так что я уверен Что сейчас стоимость Дороже Напишите в комментариях Сколько они стоят Реально Это видимо Какая-то усредненная стоимость Здесь мне показывают Есть даже вареные Кстати Можно сразу взять За 2,96 За 2,96 За 6 штук Вот так вот Или белки Жидкие Но в последнее время В России я тоже видел Белок жидкий В перекрестке продавался Так Надо себя чем-то порадовать Да Вот апельсиновый сок Вот такой мы берем И такой брали тоже Это мультифрукт Ну вот этот По качеству Чуть похуже Тут как бы Не 100% сок А что-то такое Вот он 1,76 Стоит за За 1,75 А вот этот Свежевытоженный Натуральный Апельсиновый сок Есть Разный Там С мякотью Без мякоть Какие хочешь Вот этот без мякоти 100% сок Тоже 1,5 литра За 394 Очень хороший сок Мы берем С соками Насколько я помню В России было не очень хорошо По крайней мере Мне Вот эти вот соки Все не нравились Добрые Злые Вот эти все Я их не любил Потому что они Ненатуральные Непонятно с чего Сделаны Ну Единственное Вот это вот Только похожий Да Вот свежевыжатый сок Но он очень дорогой Ну Я тоже взял Свежевыжатый сок Который надо хранить В холодильнике Если не хранить его В холодильнике То он пропадает Так что возьмем Три упаковки Такого сока Так Сливочное масло Сливочное масло В Америке Точно такое же Как и везде Ну Хотя нет В России Последнее время Низкая цена Масло было не очень качественное Мы брали Старались подороже Ну не знаю Время прошло Может что-то изменилось Здесь мы берем Часто вот такое масло Оно стоит 398 За 454 грамма Но я его брать не буду У нас масло есть Но просто показал И точно так же сметана Стандартная сметана Есть разные виды Но мы берем Вот эту фирму Вот такая пачка Полкило где-то Тоже 454 грамма Паунд 248 Стоит сметана Натуральная Качественная Вкусная Короче Нормальная Тоже брать не будем Но так просто посчитаем Сколько она стоит Так Ну и конечно же молоко Молоко в Америке Видов короче Разного Какого хочешь Сколько хочешь Здесь молоко Качественное Дешевое Вот с витамином Д 3.25 Жирность За галлон Это 4 литра практически 2.49 2.44 Вот можно полгаллона взять Вот мы и возьмем полгаллона За 1.46 Витамин D Жирное молоко Полгаллона Это где-то 1.90 Вот такая пачка Это 1.46 С молоком В России Мне ситуация Не нравилась Потому что Качество его Я считаю Очень сильно ухудшилось Я сам С деревни Кто знает Как говорится Из села Качество молока Магазинного Пастеризованного Очень сильно ухудшилось Я ему уже Домо не доверяю Единственное Вот может быть Вот это молоко Возьмем Детское Хотя бы что-то похожее На молоко И посчитаем Сколько будет За 1.8 литра Примерно Я подумал Что стоит порадовать себя Чем-то сладеньким Мы вот брали Вот такие вот тортики Они очень вкусные Замороженные тортики С разными начинками Вот мы берем Постоянно Еще не все попробовали Есть разные начинки Пинант паттер Вот такую Строу Бери попробуем Я еще не пробовал 5.97 Но это уже Как бы да Излишек Я считаю Что-то Что-то поверх Необходимо Но мы возьмем Что-нибудь Вкусненькое Сладенькое Здесь у нас 700 грамм Тортик Ну пирог Скажем такой Кремовый пирог Очень вкусный Мне нравится Разный ассортимент Есть лимонные Тыквенные Ореховые Какие хочешь Примерно они там От 4 до 6 долларов До 7 долларов За вот такую упаковку Чизкейк Разные виды Есть Подешевле Есть Совсем дорогие А вот Замороженный Замороженный Чизкейк Правда Вес 400 Чем-то Грамм Ну ладно Пересчитаем На килограмм И примерно Сравним Цены И кстати Вот аналог Натуральным соком Есть Ненатуральные соки Ну возможно Нет Вообще-то натуральные Точно 100% Но это Пастеризованные Которые Они намного дешевле Стоят Большим объемом То есть За такой же объем Можно Заплатить меньше Но мы такие не берем Хотя пробовали Но как-то нам не зашло Хлебушек Хлебушек в Америке Это отдельная тема Здесь его много Разнообразного Есть и серый Есть и черный Есть и толстовый Преимущественно В этом магазине Хлеб мне не нравится Хотя они его здесь пекут Сами И есть какой Мне не нравится Я не беру Я беру хлеб В определенном магазине Примерно он выходит 3 доллара 3.50 За небольшую булку Да Хлеб дорогой Ничего не скажешь В Америке хлеб дорогой В России 100% хлеб дешевле Там бывает качественный хлеб Часто очень Тоже не везде хороший Но Многие делают хороший хлеб В магазине Например перекресток Или даже тот же самый Верный делал Очень хороший В нашем городе Мы там убрали Здесь я брать не буду Но примерно 3.50 Посчитаем За булку хлеба Так Ну поскольку Скоро новый год Мы возьмем мандаринчиков Да Эти мандаринки Мы уже брали не раз Они очень вкусные Качественные Вот такая пачечка В ней Кило Иногда бывали сладкие То есть Когда как Иногда бывали очень вкусные Цена на свежую зелень Зелень в Америке дешевая Всякие свежие там Капуста Редиски Все по центам Все недорого Ну потому что Ты же берешь пучком Да не этим Брокколи свежие Кстати здесь Брокколи продаются Не замороженными А свежими Ну возможно в России тоже Но по крайней мере В средних магазинах Таких как пятерочка Я брокколи свежих Никогда не видел Вот такая зелень Лучок примерно Он так же стоит Где-то там дальше лежит В общем Кстати свежие брокколи Здесь еще едят свежие С соусом специальным Очень вкусно Попробуйте Кто может Так Ну получилось У нас вот такая вот Продуктовая корзина Ну вот так вот У нас получилось 61 доллар Вот такая закупочка Здесь где-нибудь Мы сейчас переведем В рубли Тут напишем Стоимость Такой же закупки Русской Вот это поворот Сколько она Стоит в России Сколько в Америке Для меня пока еще Интрига Я еще не пришел Домой Еще не начал изучать Интернет Чтобы найти Такой же список Продуктов в России Конечно Я немножко Преуменьшил Продуктов хватит На неделю Не на одного А на двоих Как минимум Я думаю Здесь Потому что Одного белка Несколько килограмм Вот так вот Смотрите сами Сравнивайте Относительно Цен Относительно Стоимости Относительно Уровня жизни Пишите в комментариях Что вы считаете Об этом Я все читаю Моя супруга Тоже все читает На адекватные Комментарии Мы отвечаем На неадекватные Мы тоже отвечаем Стараемся Сильно не грубить Но иногда бывает Но нам простительно Вас много А мы одни Поставьте палец вверх Подпишитесь Ну все Ждите Скоро будет Еще немного Интересных Видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok